А для бизнеса страшен не коронавирус, а последствия режима ЧП. По подсчетам Палаты предпринимателей, более 150 тысяч предприятий Алматы временно приостановили свою деятельность. А значит, тысячи казахстанцев остались без работы и без денег. На какую помощь смогут рассчитывать работники и бизнесмены, расскажет Ардак Камал. Сколько предприятий на время ЧП временно закрыты, на этот вопрос не могут ответить ни в одном министерстве. Точные цифры будут известны к концу года, когда начнется прием налоговой отчетности. Все же в Палате предпринимателей Алматы подсчитали, что это почти 90% бизнеса и более 150 тысяч предприятий только в одном городе. Они обещают помочь владельцам бизнеса и сотрудникам, потерявшим доходы в получении соцвыплат. Мы дадим консультацию, как ее оформить, куда нужно заходить. Начиная от форс-мажорных ситуаций, заканчивая до подписания договоренности между арендаторами и арендодателями с банками второго уровня по отсрочке платежей. Многие предприятия сменили сферу деятельности. К примеру, легкая промышленность. Фирмы, которые занимались пошивом одежды, теперь шьют маски. Ресторанный бизнес перешел на доставку еды. Все же эксперты боятся, что более разрушительным для экономики может стать период после карантина. Нам необходимо подумать над третьим пакетом мер, таких уже структурных, как сделать так, чтобы застимулировать, простимулировать деловую активность. В Министерстве нациоэкономики считают, что ухудшения ситуации из-за коронавируса не будет. МСБ освободили от налогов до 1 июня. Глава государства поручил освободить налогов с фонда платы труда, а это включает 5 видов. Индивальный подоход налог, социальный налог, обязательные пенсионные взносы, социальные отчисления и обязательные взносы в Госфонд медицинского страхования. Поэтому до 1 октября 2020 года. Банкам и микрофинансовым организациям запретили начислять пении штрафы по просрочке платежа по основному долгу, а также обязали предоставлять отсрочку до 90 дней. Также любой предприниматель сможет получить льготный кредит в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2025». Национальный банк принял решение снизить базовую ставку до уровня 9,5%. Изменения вступают в силу с 6 апреля. Финрегуляторы пояснили, что утвержденная ранее 12-процентная ставка может оказать ограничивающий эффект на экономическую активность. Последние меры направлены на обеспечение финансовой стабильности и ограничение рисков для экономики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова